Когда началась Великая Отечественная война, Антонина Чуксина работала в колхозе труд. Приближение фашистских полчищ к Москве вынудило строить оборонительные рубежи. Освобожденных от работы в колхозах девушек, женщин, молодежь увозили на окопы. О тех сложных временах Антонина Алексеевна немало рассказывала своей дочери. Тяжелые времена были, самые тяжелые, говорит, во время войны. Как окоп копали ломами, молодые девчонки, 7-8 человек в одной квартире, говорит, спали, а в обед хлеб, говорит, пазухи несли, в обед костер положили, согрели и с одним хлебом только питались. И за дня в день, рано утром, три месяца, в невероятный холод, не вынимая из рук инструментов, несмотря на голод, молодые девушки рыли окопы. Тяжело было, что пешком ходили, до квартиры 5 километров. Конечно, молодая была, хрупкая женщина, и в тяжелые времена жила. Вот и говорит, чтобы нынче молодежь такого не видела. До конца войны Антонина Алексеевна кем только не проработала. И огневые точки сооружала, и лес по реке сплавляла. За свой без малого век жизни чего только не повидала. Но самые тяжелые для нее были месяцы строительства обороны. Врагу не пожелаешь, говорит труженица тыла. В Мариинско-Пасадском районе линия обороны проходила по территории деревень Харабаша, Кугеева и сел Покровское и Октябрьское. О подвиге земляков марпасадцы не забывают. Десять лет назад они одними из первых установили обелиск в честь строителей безмолвных рубежей. В прошлом году сняли фильм «Реконструкцию», основанный на воспоминаниях участников, в том числе и Антонина Чуксиной. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика.